Годовые максимумы, достигнутые евро-долларом на торгах в пятницу, остановили подъем и вызвали некоторый интерес к продаже единой валюты, учитывая, к тому же, что рост евро накануне носил довольно стремительный характер. И хотя курс пары зафиксировал новый максимум 1.3703, но в целом торговля в течение дня оставалась крайне вялой, а ценовое движение пары формировалось в узком боковом диапазоне. Основными факторами подобной динамики стали неопределенные перспективы на сохранение позитивной тенденции по евро-доллару. По мнению инвесторов, возможный рост валюты, скорее всего, найдет негативный отклик со стороны Европейского центрального банка. Кроме того, отсутствие в календаре значимой макроэкономической статистики по еврозоне также не позволяет быкам рассчитывать на дополнительную поддержку. Да и ситуация с возможными действиями Федерального резерва по сокращению стимулирования пока остается неясной. С одной стороны, представители ФРС продолжают настаивать на том, что экономика США нуждается в стимулировании. А с другой стороны, президент Федерального резервного банка Далласа Ричард Фишер заявляет о том, что финансовые вливания в экономику и массированная скупка облигаций начинают вызывать образование новых пузырей, первые признаки которых отмечены уже на рынке недвижимости, на фондовом и долговом рынках США. Если это так, то Федеральный резерв, скорее всего, ускорит решение о сокращении финансового стимулирования, что неизбежно приведет к усилению позиций американской валюты. На этом фоне инвесторы предпочли не торопить события и в условиях такой неопределенности начали фиксировать прибыль и закрывать сделки на покупку единой валюты. В нашем прогнозе на понедельник предполагаем попытку пары возобновить подъем и протестировать ценовые уровни 1.3710-1.3745. Далее ожидаем разворот и снижение пары к целевым уровням 1.3670-1.3645 и, возможно, 1.36. Если не удастся преодолеть максимальный уровень пятницы 1.3703, снижение пары может возобновиться от текущих на момент открытия ценовых уровней.